Строительство Строительная площадка Усть-Яйвинского рудника находится в бассейне Верхней Камы на восточной окраине восточной европейской равнины. Это Усть-Яйвинский участок Верхнекамского месторождения калийных солей в южной части городского округа города Березники и левобережной части Усольского района Пермского края. Второй год здесь ведется строительство калийно-магниевого рудника. В целом стройка будет идти пять лет. А пока компания «Дайльман Ханиэль Шахтострой» приступила к третьей фазе строительства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За первую половину лета на строительной площадке произошли значительные изменения. В котловане ствола номер один закончилось бетонирование всех четырех опор фундаментов копра, также закончилось бетонирование наружной стены и фундаментной плиты замораживающей галереи. Выполнен фундамент под подъемную машину. То, что касается остальных работ по площадке, у нас процентов на 90 смонтировано внутренние коммуникации трубные. У нас замораживающие станции, да? Мы сейчас, скажем так, в полшаге от начала пусконаладочных работ по системе замораживания горных пород. Сейчас мы делаем максимум, чтобы приступить к монтажу копра на стволе номер один, потому что без копра невозможен процесс проходки. А на декабрь у нас уже запланирован процесс самой проходки ствола. На этой неделе были отправлены из Германии проходческие машины. Планируется прибытие их на следующей неделе на стройплощадку. И мы приступим сразу к монтажу подъемных машин на фундаменте. После того, как на стволе номер один будут окончены все бетонные работы, компания приступит к обратной засыпке и смонтирует все коммуникации, которые необходимы для заморозки. До конца лета планируется выполнить следующие работы. По первому стволу мы должны начать и провести определенный ряд работ по монтажу металлоконструкции копра, по монтажу подъемной машины, по монтажу проходческих лебедок и вспомогательных лебедок, по монтажу зданий надшахтного комплекса, приступить к заморозке грунтов. По второму стволу работы будут вестись параллельно, то есть все те же работы, которые были перечислены. А пока в котловане второго ствола завершается бурение замораживающих скважин. Сооружен каркас временной мастерской. Началась мобилизация подрядчика компании на монтаж копров надшахтных комплексов. К концу июля закончат бурить замораживающие скважины второго ствола, и там начнутся те же работы, или продолжатся работы по бетонированию фундаментов, которые не были выполнены в 2012 году, для того, чтобы подойти к началу монтажа копра на втором стволе. С целью сокращения срока ввода в эксплуатацию стволов, работы по их строительству осуществляются параллельно в рамках единого неделимого технологического процесса. Есть ряд, скажем так, технических решений по оптимизации, да, есть ряд решений инженерных, есть опыт у нас, скажем так, сейчас проработки вопросов в плане использования более современных методов и технологий переработки. Поэтому, ну, скажем так, проект делался года четыре назад, тогда одни были условия, сейчас в процессе есть какие-то наработки в мировой практике. И вот приходится их изучать быстро, согласовывать с институтом и внедрять. Таким нововведением для компании «Дайльман Ханиэль Шахтострой» стала возможность замены глиняного замка на слой бентомата, который при незначительной толщине и быстроте укладки гарантированно обеспечивает необходимую водонепроницаемость пород. То есть это новейшая технология, там слой бентомата порядка 6 мм обеспечивают такую же защиту от воды, от проникновения вод, как глиняный замок, порядка полуметра. И это все гораздо проще и быстрее сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотрудниками компании «Дайльман Ханиэль Шахтострой» продолжается эксплуатация административно-бытового комплекса. Наш АБК, административно-бытовой комплекс, почти готов. Для пребывания персонала в нем все условия уже созданы, то есть он работает определенный период. А первый этаж у нас планируется под бригадой проходчиков. Там у нас тоже все условия уже созданы, все подготовлено. В данный момент ведутся работы по благоустройству наружной территории. Совсем скоро мы увидим строительную площадку в другом свете с клумбами, пешеходными дорожками и облагороженной территорией для отдыха, что соответствует высокому уровню культуры производства компании «Дайльман Ханиэль Шахтострой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова